На отчет администрации сельского поселения Булатниковская о проделанной работе в 2019 году собралось много местных жителей. Первой взяла слово глава сельского поселения Ирина Дубровская. Расходы бюджета за отчетный период составили 41 миллион 99 тысяч рублей. По разделу дорожное хозяйство расходы бюджета составили 21 миллион 985 тысяч рублей, исполнены на 100%. Она напомнила, что в прошлом году была открыта четырехполосная эстакада «Дрожжино-Боброво-Лопатина», а также построены дороги в поселках Лопатина, Боброво-Измайлово общей протяженностью 900 и 950 метров. Немало изменений принес год и в социальной сфере. В 2019 году мы открыли шесть окон ФЦ в Бутово парке. Я считаю, что заработали ФАПы опять в Дубровском и в селе Булатниково. Удалось сделать ремонт косметически, правда, но все равно амбулаторию в Измайлово и запустить, самое главное, на постоянной основе работающий кабинет стоматолога. Были введены в эксплуатацию два новых дошкольных учреждения в поселках Боброво и Дрожжино и две школы в Лопатина и Боброво. Взявший слово первый заместитель главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков отметил, что работы предстоит еще много. Так, действующая Бутовская школа номер два сейчас переполнена в два раза, но совсем скоро ситуация изменится. Мы уже планируем к концу февраля получить разрешение на ввод школы, фактически, которая находится через дорогу. Мы даже выработали правильное, оптимальное и быстрое решение, чтобы нам не создавать новое юрлицо. В планах на 2020 год также открытие поликлиники в поселке Дрожжино, продолжение работ в рамках программ «Светлый город» и «Безопасный регион», а также ремонт всех памятников, расположенных на территории поселения. После докладов представители администрации по традиции ответили на вопросы жителей. Жители говорят, как можно добраться до поселения Измайлова. Но никак. Нам приходится заказывать такси, кого-то просить. Сегодня я попросила деревню Боброво, чтобы меня подвезли. Но это неправильно. Первый заместитель главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков все поступившие вопросы взял под личный контроль и пообещал разобраться с каждым конкретным случаем в самое ближайшее время. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.